Всем большой привет! Сегодня я делаю видео совместно с Леночкой 864. Мы выбрали два очень ярких образа. Это всем известные девушки, которые были раньше участницами группы Viagra. Я буду сегодня делать звездный макияж от Веры Брежневой, а Лена будет делать сногсшибательный макияж Ани Седоковой. Так что приятного просмотра вам и хорошего настроения. Начнем мы с нанесения тональной основы. Кожа у Веры всегда горелая, идеальная, поэтому я буду наносить чуть более желтый оттенок, чем у меня. Но я его растушую на шее, чтобы не было видно переходов. И у меня эта тональная основа от Ифраше. У звездного макияжа не должно быть совершенно никаких недостатков, поэтому мы обязательно будем скрывать синячки под глазами, неровности, покраснения. И это я буду делать с помощью консилера от Catrice. Обязательно все закрепляем пудрой. И у меня пудра от Color No. на выпуклые части лица я нанесу хайлайтер для того, чтобы лицо выглядело очень свежим и красивым. И я буду использовать хайлайтер от Tarte. На носик я наношу пальцем. Также наношу на верхнюю руку. И на скулой наношу кисточкой для румян. И сейчас мы приступим к оформлению бровей. Нужно немножечко подрисовать брови для того, чтобы получить более идеальную форму. приступим к моделированию лица. И я немного скорректирую форму носа и скулы. Для коррекции я буду использовать свой любимый бронзер от Tarte. И немного нанесу румяна от MAC Blush Baby. Теперь переходим к глазам. Для того, чтобы наш звездный макияж был очень стойким, обязательно нанесем основу под тени. И у меня основа от Urban Decay. Под бровную область мы будем наносить матовые светлые тени. Что-нибудь. Вот, может быть, вот такой вариант возьмем. и хорошенько высветлим аж до косточки. Также этот оттенок нанесем на внутренний угол глаза. Теперь будем наносить светло-коричневые матовые тени на все подвижное. И я буду использовать вот такой вот довольно темный матовый оттеночек. И сразу же этот оттенок наносим на внешнюю часть нижнего века. Теперь все это хорошенечко растушевываем растушевочной кистью. И мы немного растягиваем цвет к виску. Чтобы наш взгляд был более глубоким, мы обязательно еще затемним более темным оттенком внешним уголочек глазом. И для этого я буду использовать темно-коричневый оттенок из палетки Color Me. Возьмем вот такой вот темно-коричневый оттенок. И также этот темно-коричневый наносим и на нижнее веко. Также на нижнее веко я нанесу еще золотые тени для того, чтобы макияж казался еще более нарядным. Я буду использовать золотой оттенок из палетки Naked. Чтобы макияж был не резким, я растушую темный оттенок более светлым. Тот, который я наносила на все подвижное веко. Я буду использовать шиммерные тени для того, чтобы макияж получился очень вечерний и праздничный. И у него вот такие вот тени. Я буду наносить их поверх коричневых теней на подвижное веко. Я буду это делать прямым пальчиком. Они имеют немного металлический оттенок. Обязательно водную линию мы подводим черным карандашом. Я буду использовать каял. И мы прям прорисовываем по водной линии. Ну и не забываем прокрашивать реснички. У меня тушь от Vivienne Sabo. Обязательно прокрашиваем и верхний, и нижний. Практически во всех макияжах Вера использует нюдовую помаду. Совершенно без каких-либо блесток, яркости. Всегда очень натурально. Естественно, тоже буду использовать натуральную помаду. Помада от MAC. Но прежде чем нанести помаду, я буду использовать вот такой вот абсолютно светлый нюдовый карандаш от Color Me. Он поможет сделать более идеальную форму и припухлыми губами. Ну что ж, наш звездный макияж готов. Спасибо вам большое за внимание и до следующего видео. Всем пока!